На Чистопольском автодроме девушки, если и нарушают, то только стереотип о том, что дамам за рулем не место. За звание «Автоледи-2023» на муниципальном этапе боролись 12 участниц, среди которых как призеры прошлых лет, так и новички. Конкурс для них организовали Госавтоинспекция и ГБУ «Безопасность дорожного движения». Есть участницы, у которых менее трех лет стажа. Но, несмотря на это, они приехали, хотели доказать свое мастерство, показать за период вождения, какому науку они у нас научились. Перед тем, как дать команду на старт, девушек собрали в учебном классе. Поддержать их пришли ветераны ГИБДД Олег Кирсанов и Алексей Еремеев, который стал победителем зонального этапа конкурса «Автобабай» в 2021 году. После жеребьевки участницам разъясняют все организационные моменты. Вы должны показать не быстроту, а вы должны показать качество, так как вы проходите фигурное вождение. Смотрев на то, как вы пройдете фигурное вождение, уже будут результаты. Первое задание было теоретическим. Все держали экзамен на знании правил дорожного движения. По словам участниц, этот этап не такой уж и легкий, как кажется на первый взгляд. И главные помощники здесь – холодная голова и хорошая подготовка. Самое сложное – это правила дорожного движения. А здесь, в принципе, площадка легко проезжается. В этом году я обучалась на категорию А. Как раз-таки я учила правила дорожного движения, заново все повторяла. И я оказалась здесь. Татьяна Борисовна позвала меня участвовать. На специальной площадке в порядке очереди «Автоледи» демонстрирует навыки управления легковым автомобилем, выполняя специальные упражнения. Это маневрирование, парковка на заезд в импровизированный гараж на время. Конкурсанткам нужно было не задеть фишки и ограждения, расставленные на автодроме. Лучше всех со всеми задачами справилась Анастасия Шумкова. Теоретическую часть решила без единой ошибки. Проблемы на импровизированной трассе возникли только с гаражом. В конкурсе Анастасия – новичок. Ее водительский стаж – полгода. Победительница муниципального этапа будет представлять наш город на республиканском этапе конкурса «Автоледи» в Казани. Продолжение следует...